Привет! Realme привезли нам новую модель из 13 серии. Номерная серия опять обновилась, это уже кажется третье поколение за этот год, что мы видим. Еще недавно были 11, там в феврале что ли они представили 12, и вот в конце лета, в начале осени пошла 13 серия. Realme 13+, кстати официальное название, очень они любят еще прибавлять это 5G. Короче, этот смартфон должен занимать промежуточное положение между просто 13 и всевозможными прошками. Так что давайте смотреть на этот смартфон в этом ролике. Realme 13+, несколько изменился внешне, если его сравнивать с 12+. Да, здесь остался огромный набалдашник камерного модуля, никуда он не делся, но переработали оформление задней панели. Там, если вы помните, были всякие намеки на гоночную трассу, и в общем, выглядело все довольно олиповато. Здесь хочется сказать, что вот в таком золотом цвете, как у меня, выглядит не менее олиповато, но во всяком случае в руке лежит как-то приятнее вот этот самый матовый пластик. Есть еще зеленый и черный, вот как-то на них лучше смотрите. Естественно, весь смартфон состоит из пластика. Он приятный на ощупь и, кстати говоря, вот в отличие от недорогих Xiaomi, не прогибается задняя панелька под пальцами. Маркетологи подчеркивают, что в этом смартфоне пылевоглозащита по стандарту IP65, то есть смартфон топить не нужно, но дождь и брызги он точно переживет. Рамки дисплея пытались сделать равномерными, но подбородок все-таки пошире, чем у более дорогих собратьев. Но это заметно невооруженным глазом. Смартфон весит 186 граммов, и при его размерах это, в общем-то, нормальная масса. В отличие от всевозможных цешек и прочих ноутов, на верную линейку все-таки кладут чехол. Здесь он, обратите внимание, будет прикрывать эту большую шайбу, но по материалам это вот самый недорогой силикон. Что стоит здесь за экран, спросите вы. Ну, на самом деле, по сравнению с 12+, вообще нет никакого прогресса. То есть частота обновления здесь те же самые 120 Гц, это AMOLED с поддержкой HDR10+. Яркость производитель очень-очень пространно называет в промежутке от 600 до 2000 нит, 2000 нит мы получаем в пике, но сейчас я вам это покажу, насколько экран здесь яркий или не очень. И разрешение 1080 на 2400 пикселей. Ну, если вы просто откроете спецификации Realme 12+, вы увидите все то же самое. Если мы выберем автоматические 120 Гц, либо принудительные 120 Гц, поведение этого смартфона вполне типичное для любых современных недорогих андроидов. То есть поначалу мы будем получать 120 Гц, либо 120 ФПС. Как только мы перестаем обновлять экран, они превращаются в 60 ФПС. Для чего это сделано? Для того, чтобы экономить энергию. Дело мы имеем OLED, а значит максимальную яркость можно получить при включенной автояркости. Кстати, здесь появился пункт «Минимально допустимая яркость». Не очень понятно, зачем это надо, когда ты включаешь автоматическую регулировку, но вот в Realme UI такие нововведения. И мы просто возьмем смартфон и подсветим датчику освещения фонариком. Ну вот, выше 1400 нит получить тут не удастся. А в среднем это около 1000 нит. Ну и если говорить в ганделах. Минимальная яркость на белой точке в нитах и в канделах. Высоковато, на мой взгляд. Ну и естественно, коль уж мы говорим об AMOLED, как не сказать про шимпульсацию. Точно так же на белой точке меряем. На 100% получаем около 6% шимпульсации. Начинаю медленно-медленно снижать уровень подсветки. Видите, пока, во всяком случае. Ну вот смотрите, где-то на 30% подсветки уже получаем 30% шимпульсации. Опускаемся ниже. Видим даже уже 40%, ну примерно 40% шимпульсации. Ближе к нулю, видимо, какие-то алгоритмы начинают срабатывать. Но все равно, все равно, это экран явно не флагманского уровня. И явно не из 2024 года. Сейчас многие производители используют матрицы с высокочастотным шимом. Там, где глазу эта самая пульсация не видна. Ну а здесь экран другого поколения. Если вы увидите промо-материалы Realme, вам будут на каждом углу говорить, что здесь использован прям такой уникальный процессор. Настолько уникальный, что в распаковке, если вы помните, они даже положили всякие примочки, намекающие на его игровую сущность. Это Mediatek Dime City 7300 с приставкой Energy. Вроде как вот эта приставка Energy это исключительнейший эксклюзив для компании BBK. То есть используются такие процессоры в Oppo и в Realme. 8 ядер, 4 из них Cortex-A78 на максимальной частоте 2,5 ГГц и 4 Cortex-A55. Все это сделано на 4 нанометрах и работает с видеоускорителем Mali-G615 MC2. В Antutu смартфон набирает больше 700 тысяч попугаев, 150 из них приходится на видеоускоритель. Результаты в AI-бенчмарк, Geekbench 6. И поразглядываем циферки в GFX. В получасовом троттлинг-тесте смартфон себя ведет таким образом. Довольно странное, кстати, поведение, потому что на старте он выдал, сами видите, просадку в 20% производительности. А дальше она доходила аж до 30. Но потом все выровнялось и выглядит довольно пристойно. Вообще производитель очень много уделил внимания здесь охлаждению. Поставили сюда относительно большую систему охлаждения из нержавейки с паровой камерой. И по факту смартфон, ну, слабо так греется. Там те же самые 40 градусов я видел очень-очень редко под нагрузкой. А вот игровая производительность Realme 13 Plus 5G мне, честно говоря, понравилась. Ну вот смотрите. Запустил я приключения аниме девочек на средних настройках графики. Хотя игра говорит, что все будет тормозить. Однако смартфон тянет. Полчаса игры, ни сброса яркости, ни каких-то криминальных лагов. Поэтому вы здесь смело можете на средних настройках графики запускать любой современный тайтл. Ну вот, например, Vegas. Вполне себе все играется и картинка хорошая. Но борщить не стоит. Выставил я предмаксимальные настройки графики на War Thunder Mobile. И что я вижу? Выше 29 FPS. Анимации не получаем. Из-за этого картинка выглядит довольно дерганная. И играть не сказать, что очень приятно. Но уж тайтлы попроще, особенно которые умеют высокую герцовку вроде Тактикула. Здесь играть одно удовольствие. В природе существует три конфигурации памяти этого смартфона. 8-128, 8-256 и топовая, как у меня 12-256. Причем эти самые 12 можно еще расширять с помощью виртуальной памяти. Но, как вы знаете, это все полная ерунда. Однако официально в Россию привезли две версии. 8-256 и 12-256. Память к чести Realme относительно быстрая. Если ОЗУ это LPDDR4X, что, в общем, уже никого не удивит, то вот встроенная память тут UFS 3.1, что подтверждают тесты. Но и это еще не все. На нижней грани мы находим слот для расширения. Он, правда, здесь комбинированный, но сюда можно добавить карту памяти. За место одной из нано-сим-карт. Хотелось бы, конечно, видеть полноценный на две нано-сим-карты и на одну карту памяти, но и это тоже неплохо. Причем, обратите внимание на этот красный силиконовый уплотнитель. Здесь есть 3,5-миллиметровый аудиоджек. Правда, вот радио сюда все равно не завезли. По коммуникациям Pro 5G я вам уже сказал, N79-го бенда тут нет. Интересно, что Bluetooth тут версии 5.4, распоследний. Wi-Fi 6. И, конечно же, есть NFC. Причем, как и любят BBK, антенна тут с 360-градусным покрытием. То есть вы трубку можете поднести к терминалу, ну вот прям любым краем. Я несколько удивил, что у современного китайца нет инфракрасного порта для управления техникой. Но, видимо, это сделано для того, чтобы покупали более старшие модели. Работает смартфон, естественно, на Realme UI 5-й версии, то есть основана на 14-м андроиде. Как-то подробно останавливаться на оболочке смысла не вижу, потому что все ее уже хорошо знают, и я неоднократно рассказывал о ней. Что интересно, перед съемками обзора пролетело обновление. То есть поначалу, во всяком случае, вам сюда будет много всяких обновлений приходить. Вообще, производитель обещает два мажорных обновления андроида, то есть будет еще 15-й и 16-й. Для относительно бюджетного смартфона это хорошо. И, кажется, 4 года поддержки патчей безопасности. В общем, с поддержкой тут, как для Realme, всегда все хорошо. Хоть камерный блок тут и массивный, но по большому счету камера здесь одна. Основная Sony LUT600 с разрешением 50 мегапикселей. Ее мы видели, кажется, на 12-м тоже. В отличие от того же самого 12+, здесь почему-то зажали ширик. В 8-мегапиксельный. Там был ширик, самый что-нибудь простой, но иногда крайне полезный. Здесь же нам дали 2-мегапиксельную вспомогательную камеру для боке и некий датчик мерцания, который вообще непонятно, что делает. Интерфейс камеры удобный и привычный для тех, кто пользовался, будь то OPPO, OnePlus или Realme. Все это мы видели неоднократно. Основной сенсор с OPPO с табом, что хорошо и при хорошем освещении, делает такие вот четкие жизнерадостные снимки с широким динамическим диапазоном и довольно точной цветопередачей. Ну, как для класса уж точно. Естественно, доступны дополнительные настройки, вроде выдержки и вот всякого такого. Есть тут и предустановленный двукратный цифрозум, который позволяет приближать картинку, вроде как с минимальной потерей качества, но лучше это все разглядывать на самом смартфоне. Режим 50 Мп не дает особого прироста в четкости и в детализации, но по цветопередаче он мне даже еще больше понравился. По моде флагманского мира здесь появился автоматический ночной режим. Правда, смартфон не всегда адекватно решает, когда ему действительно мало света, и лучше, конечно, врубать его вручную. Но, возможно, с обновлениями это пофиксят. А вообще, снимки при слабом освещении получаются качественными, с хорошими цветами и широким динамическим диапазоном. Но детализация, конечно, уже не такая, как днем. Погожий осенний денек, Realme 13+, снимаю в 4К при 30 кадрах в секунду, и из-за того, что много листвы, она такая пестрая, осенняя, октябрьская, будет такая шевеленка, с которой смартфоны не всегда хорошо справляются. Снимаю, так как я в 4К, у нас наступен вот такой вот зум цифровой. Иду я, держа смартфон одной рукой, но я думаю, при хорошем освещении все должно быть более-менее со стабилизацией. Как работает баланс белого, мне что-то не особо нравится. Темнит, темнит, сильно темнит. Но, с другой стороны, вот эти деревья высокие, которые закрывают солнце, ну, в общем, довольно сложная такая картинка. Ну, а как вам? Пишите в комменты. Фронталочка все того же самого Realme 13+, максимальное качество 1080 при 30 кадрах в секунду, ну, то есть как у бюджетников. Тут мне, кстати, больше нравится, как баланс белого работает, как на моем лице отрабатывает. Да? Седину немного зачесать. Вот. Короче, нормально. Фронталка мне нравится. Вот если я максимально руку от себя, вернее, смартфон на руке отнесу, ну, даже втроем и сюда поместить. В общем, фронталка очень даже норм. Ночь, улица, фонарь, даже фонари и Realme 13+. Снимаю я в тех же 4К при 30 кадрах. Это максимум, что может данный смартфон специально. Вот для тех, кто в комментах любит писать, я повторяю, держу смартфон одной рукой, чтобы вы смогли оценить, насколько здесь стабилизация, тут же оптическая есть стабилизация, хорошо или не очень работает. Ну, естественно, конечно, программное более эффективное в этом смысле. Короче, то, что я вижу на экране, облачка, которое вон там, немножко вдалеке, я глазами практически не вижу, а смартфон видит и выделяет их. Это уже хорошо. Ну и давайте посмотрим на возможности фокусировки. Ну, фокусируйся. Ой, очень плохо фокусируется, когда мало света. Да, вблизи он фокусируется плоховато, когда света мало. Что касается динамиков, здесь использована так называемая полуторная схема, когда есть основной мультимедийный динамик, ему подпевает разговорный, тут он с такими вот маленькими, маленькими звуководами дополнительными. Как все это играет? Давайте послушаем. Ну, то есть, не сказать, что сильно громко, естественно, верхний динамик довольно тише играет, чем нижний, но, в общем и целом, неплохо. Даже какие-то низкие проклевываются. Меня до сих пор удивляет, Рилми вот от этой своей программной фичи 200% громкости отказались. Раньше она у них была, когда она добавляла вот этих средних частот плоских, сейчас они ее просто убрали. Система разблокировки здесь стандартная, у нас есть датчик отпечатка пальцев, находится довольно-довольно низко, для 6,67 дюймового экрана. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы он был повыше, но в недорогие Рилми так обычно все и ставят. Ну, вот видите, все безошибочно считывается. Не сказать, что быстро, но точно ваш палец прочитает. Ну и есть разблокировка по лицу. Она работает по ощущениям, ну, раза в полтора быстрее. Конечно, у меня есть вопросы к надежности такого способа, потому что даже под какими-то экстремальными углами наклона камера меня распознает. Это не есть хорошо. Что касается автономности данного смартфона, сюда поставили точно такую же батарейку на 5000 мАч, как было в предшественнике. Если говорить про то, как работает смартфон, то один день он точно вам даст без каких-либо ограничений. На что-то больше рассчитывать бы я не стал, но, в общем, 7 часов экрана на 80% подсветки можно вполне себе получить. Касательно зарядки. Она здесь сделана по технологии SuperVoc, то есть это все та же самая проприетарщина, к которой привыкли любители BB Care. Ну, то есть вот у меня, например, есть эта 20-ваттная зарядка от моего OnePlus 12. Ну, сами посмотрите, они прямо в одном корпусе выполнены. Но она на 120 ватт и с китайской вилкой. А здесь в официальной российской поставке, естественно, вилка европейская и 80 ватт. Я напомню, что у предшественника была 65-ваттная зарядка, что, в общем, тоже довольно быстро. Полностью зарядить смартфон от 0 до 100% у меня ушло всего что-то там около 46-47 минут. То есть за время, когда вы готовите и поглощаете завтрак с утра, вполне себе возможно зарядить этот смартфон. Ну что ж, давайте какой-то итог подводить. Что же это за 13+, новинка российского рынка? Регулярная цена данного смартфона версии 8256, 33 тысячи рублей, 12256, как у меня, внимание, 36 тысяч рублей. На старте Realme обещают, что будут какие-то скидки, кажется, 2-3 тысячи рублей. Ну, то есть, вот такой вариант, как у меня, все равно будет стоить примерно 32 тысячи рублей. Я вот за эти деньги вообще данный смартфон не понимаю. Ясно, что происходит на рынке, ясно, что рубль опять падает, понятно, что с импортом проблема, но назовите хотя бы одну причину, по которой я должен пойти в магазин и отдать свои кровно заработанные рубли, за этот 13+. Даже если мы не будем смотреть на всевозможные Xiaomi, Samsung, Huawei, Honor, а просто вот останемся в логике модельной линейки Realme, то смотрите, за там условные 22 тысячи рублей можно вполне себе купить Realme 12+, который будет, ну, послабее, но во всем остальном он точно такой же и даже ширик у него будет. Да, дизайн, возможно, более стремный. Если же мы за эти же деньги и посмотрим чуть повыше на Realme 12 Pro, который во всем будет лучше, чем этот смартфон, ну, возможно, кому-то вот этот экран с скруглениями не так понравится, он будет стоить примерно таких же денег в российской рознице. Не очень понимаю логику Realme, зачем они делают одни и те же смартфоны и пытаются их нам продавать еще дороже. Возможно, я не прав, так что пишите в комменты, если вам этот смартфон нравится. Возможно, к тому моменту, когда вы посмотрите данный ролик, вы им будете владеть и прям он вам очень понравится. Ну, а у меня все. Подписывайся на нашу телегу, там все новости выходят оперативно и весь движ прям там. Лайк, подписка, все как обычно. Ну и, конечно, пока-пока.